Десятки людей начали свое утро одинаково, приехали на стадион. Сосчитать сколько их здесь пока невозможно. До сих пор идет регистрация. Желающие поучаствовать в велопробеге прибывают. И даже за пять минут до начала они все равно подают заявки. Десять утра. Артур Васильев осматривает свой велосипед перед пробегом. Готовиться к нему он начал с конца апреля. Дважды в неделю проезжал по 60 километров. В этот раз я проеду уже не 60, а 70 километров. Для многих это, конечно, уже подготовленных людей. Это смешок, потому что, как для меня было раньше смешком, 30 километров. Знакомый сказал, 30 километров, ууу, это так сложно, я говорю, я это сделал на 30 дней тренировок. Хоть у него и есть права на вождение автомобиля и мотоцикла, предпочитает Артур двигаться на велосипеде. Безопаснее и дешевле. По делам на работу, на учебу я не езжу, потому что все-таки с воростом немного меня напрягает ситуация. Не хочется его где-то оставлять, потому что их легко украсть. А вот я на нем езжу именно как в качестве отдыха. Сегодня не до отдыха. Он поедет впереди колонны из 10 человек. Надо будет держать среднюю скорость, не разгоняться. Смотреть, чтобы никто не отстал. Ведь велосипеды у всех разные. От дорогого спортивного до обычного прогулочного. Или туристический вариант, как у Артура. Впереди корзинка. Ну, я думал, стрёмно будет. Бабушка, как бабушка. Нет, очень удобная штука. Вот смотрите, вот сюда накидал какие-то вещи под рукой всегда. А сзади то, что вытаскиваю раз в полчаса или как-то, или раз в час, когда нужно что-то. Весь инструмент, которого достаточно вообще, чтобы разобрать его в ноль и собрать обратно, можно хранить в небольшой мешочке. Он со мной всегда. Напоследок Артур хвастает выгодной покупкой. Купил своего коня он всего за 6 тысяч. И за время эксплуатации ещё ни одного рубля в транспорт не вложил. 11 утра – старт его заезда. К финишу он приедет только к 6 часам вечера. Субтитры сделал DimaTorzok